Здравствуйте! С вами Несерович Екатерина и это новости in Poland, темы сегодняшнего нашего выпуска. Во Вроцлаве националисты провели свою акцию в День независимости Польши. В Польше ввели ограничения на полеты в новые страны. В Нижней Силезии упростили процедуру получения вида на жительство и разрешения на работу для иностранцев. Общенациональный карантин в Польше пока отменяется. А теперь подробнее. В этом году Польша отмечает 102-ю годовщину обретения независимости. Во многих городах, в том числе и во Вроцлаве, в этот день в центре города собираются тысячи людей, чтобы дать дань уважения героям борьбы за независимость страны. Однако в связи с введенными ограничениями правительство вместе с санитарной педиологической службой Польши призывали граждан в этом году остаться дома. Один из организаторов марша объявил, что в этом году во Вроцлаве празднование 11 ноября примет форму спонтанной, неограниченной временем прогулки, которая поможет обеспечить людям большую безопасность в связи с пандемией. Марш начался с площади Свободы, откуда его участники отправились на рыночную площадь, на которой позднее исполнили гимн Польши. Затем они отправились в сторону острова Тумского, где под кафедральным собором снова прозвучал Мазурок Домбровскего. Участники марша также под костелом произнесли молитву «По твоим покровительствам». Одним из активистов данного марша во Вроцлаве был Яцек Мендлер, бывший ксенц и деятель экстремистского правого движения. Он призывал граждан бороться с идеологией зла, варварства и отклонений. «Мы должны защититься от того, что угрожает нашей свободе, что угрожает нашей национальной гордости, за что боролись наши предки, наши герои». Это была его цитата. «Жоунивери народных сил збройных бороться с членом, бороться с людьми немецкими и сталиновскими. Отдайте им хоул в этом месте, которое нужно защитить в последних днях, потому что втенцовая зараза пыталась ее спрофановать. «Честь и хваа!» «По твоему!» Изначально в толпе можно было услышать такие лозунги, как «Бог, честь и отечество», «Польша для поляков» и «А на деревьях вместо листьев будут висеть коммунисты». Во время марша через остров Тумский можно было услышать лозунг «Руки прочь от церквей», который, по всей видимости, был обращен к недавно протестующим во время женской забастовки. Несмотря на то, что мероприятие происходило под контролем полиции, не обошлось без агрессивных поведений. Перед началом марши полицейские информировали участников о том, что во время эпидемии массовые собрания запрещены, однако и это не остановило демонстрантов. Большинство участников, среди прочего, во время протестов закрывали лицо не только с помощью масок, но и балаклав. В этом году во время марша не было зарегистрировано контрдемонстрации. На этой неделе число заражений коронавирусом стало снижаться впервые за два месяца. Это первый сигнал стабилизации. Совместными усилиями мы остановили инфекцию прямо перед переломным моментом. Нам не нужно вводить национальный карантин, заявил в четверг премьер-министр Матеуш Моровецкий. Добре веще начинают до нас доциерать. В этом году по разу первый от двух месяцев средняя лечка новых заказов началась спадать. 65 новых случаев на 100 000 жителей, но это еще много, но это первый сигнал стабилизации и довод, что последние обострения приносим скотки, а социальная дисциплина маска. В следующих днях уда нам się удержать лечку заказов на подобном уровне. За день до выступления премьер-министра было выявлено около 22 000 новых случаев заражения. Это немного меньше, чем в предыдущие дни. Несмотря на такое большое количество зараженных, это дает сигнал о том, что ограничения способствовали стабилизации ситуации в стране. Он подчеркнул, что самое главное – это как можно больше снизить возможность заражения в публичных местах города – кафе, ресторанах или театрах. Чем меньше социальных контактов, тем больше шансов контролировать вторую волну. Премьер-министр сообщил, что в минувший четверг на встрече с Медицинским Советом правительство обсуждало вопрос, как и когда доставить вакцину всем полякам. «Мы решили, что вакцинация будет полностью добровольной и в то же время широко доступной», – сказал он. Также он отметил, что в первую очередь ее получат наиболее уязвимые слои населения, пожилые люди, пациенты с хроническими заболеваниями и медицинские работники. Премьер-министр выразил надежду, что в начале следующего года вакцина станет оружием, которое со временем победит коронавирус и ситуация придет в норму. До того, как вакцина дойдет до нас, подчеркнул Моровецкий, у нас есть еще и минимум несколько месяцев, чтобы, несмотря на все трудности, в первую очередь поддерживать друг друга. В Нижней Силезии упростили процедуру для иностранцев, желающих получить карту побыта или разрешения на работу. Воевода Нижней Силезии Ярослав Абремский принял решение об упрощении процедуры получения карт побыта для иностранцев, работающих в 68 сферах. Список вы можете увидеть на экране. Таким образом, лица, желающие получить вид на жительство на территории воеводства, не должны предоставлять так называемую информацию старосты, то есть документ с локального управления труда, дающий гарантию, что на это рабочее место не претендует гражданин Польши. Решение принято 10 ноября 2020 года и значительно расширяет перечень должностей, освобождающих от такой обязанности. До этого действовало распоряжение, в котором находилось только 5 профессий, связанных с IT. Актуализация решения значительно расширяется за счет рабочих вакансий – повар, официант, уборщица, парикмахер и многие другие. Упрощение позволит гражданам других стран намного проще получить не только вид на жительство, но и разрешение на работу. Решение вступит в силу с 24 ноября. Согласно постановлению Совета Министров с 10 октября 2020 года будут запрещены международные рейсы в 10 стран. С 11 по 24 ноября будут запрещены международные гражданские рейсы в 10 стран. Такие как Аргентина, Босния, Герцеговина, Армения, Грузия и Иордания, Коста-Рика, Ливан, Македония, США и Черногория. Для США есть исключения – в аэропорты Илонойса и Нью-Йорка запустят дополнительные рейсы. Исключение для международных рейсов возможно для лиц, деятелей и политиков, летящих по просьбе или желанию премьер-министра, согласие президента Управления гражданской авиации, для военных и из аэропортов стран, принимающих на борт только с отрицательными результатами теста. Это были все новости недели. Смотрите нас каждую среду, чтобы быть в курсе актуальных событий. И не забудьте подписаться! Смотрите продолжение в следующей серии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова